У нас на связи генеральный директор ассоциации «Промметис» Виктор Камелин. Виктор Геннадьевич, здравствуйте. Добрый день. На сайте одного из участников вашей ассоциации увидел достаточно оптимистичное утверждение. Не знаем, что с гвоздями, но с болтами все отлично. Про гвозди как раз изначально шла речь, что как же так, мы сами не производим, завозим. Но я думаю, что эта реплика была... Нужно было ее шире понимать, что да, производство у нас свое есть, но почему так много закупаем за границей, то, чего можем делать сами. Много метизов сами производим. Посмотрел на сайте ассоциации, есть крупные производители, которые вот и до всем обеспечивают. И даже экспортируем много. Тогда возникает вопрос, а почему Россия закупает гвозди за рубежом? Ну, давайте начнем с того, что годовой оборот метизной продукции составляет порядка 2,5 миллионов тонн. Значит, примерно 700 тысяч тонн мы вывозим за границу этой продукции и примерно столько же импортируем. Причем это касается всей продуктовой линейки, как в импорте, так и в экспорте. Теперь про гвозди. Ну, надо сказать так, что вот, если говорить про экспорт гвоздей, про импорт гвоздей, то он выглядит достаточно скромно, 22 тысячи тонн. Причем 18 тысяч тонн, это 80 с лишним процентов, это Белоруссия. Поэтому я бы, наверное, назвал бы этот импорт условным, потому что это союзное государство, там границы все открыты, поэтому вот такой импорт гвоздей с точки зрения физических объемов. Есть определенные объемы у Китая, но в моем понимании это прежде всего связано с тем, что с логистической точки зрения достаточно большому количеству клиентов, которые находятся у нас в восточной части, просто удобнее закупать эту продукцию именно с территории Китая, потому что основные митизные заводы находятся либо в европейской части, либо на Урале. То есть туда дальше практически митизного производства нет. Поэтому вот в моем понимании относительно гвоздей выглядит все достаточно понятно, и не вижу вообще никаких проблем с точки зрения насыщения рынка этим продуктом. Почему тогда возник вот этот вопрос на достаточно высоком уровне, и следом импромторг даже статистику прямо буквально через час выкатил, что мы это свое производим? Ну, надо, видимо, все-таки этот вопрос задать тому, кто эту проблему озвучил. Надо просто зайти в магазин, в соответствующий отдел, где продают этот продукт, и убедиться в том, что там есть вся номенклатура по размерам, по видам, по назначению, по упаковкам. Поэтому вот самый простой ответ на этот вопрос, это вот нужно просто сделать вот такой шаг и убедиться в том, что никакого дефицита этого продукта на российском рынке не существует от слова вообще. Помимо гвоздей, которые завозятся из Китая, вы же, наверное, имели в виду и саморезы, которые завозятся не только на Дальний Восток, понятно, что это с логистикой, но и по собственному опыту, заходя в супермаркеты, покупая саморезы, вот эти черные, говорили, что вот эти китайские, они чаще ломаются, вот эти получше берите вот эти. Они причем распасованы на наших предприятиях где-то в Подмосковье, но так или иначе продавцы, консультанты говорят, что саморезы в Москву приезжают из Китая. Так ли это? Значит, на самом деле я подтверждаю тот факт, что основной объем рынка саморезов действительно занят китайской продукцией. Ну и произошло это по одной простой причине, что само производство этого вида метизных изделий, оно просто началось достаточно раньше, чем к этому приступили российские метизные заводы. То есть на сегодняшний день российские метизные заводы производят этот продукт, и он, как правило, производится в том числе и на тех заводах, которые производят гвозди. Могу только сказать о том, что производство гвоздей неуклонно на последние там, условно, 10 лет так вот устойчиво снижается. Две цифры. Вот по сравнению с прошлым годом, производство гвоздей по предприятиям нашей ассоциации, оно снизилось на 10 тысяч тонн. При этом саморезов произвели те же самые 10 тысяч тонн. То есть этот продукт, он, по сути, с течением времени вытесняет гвоздь, поскольку потребительские характеристики самореза, они, естественно, вытесняют гвоздя. Ну а с точки зрения, значит, почему Китай, ну почему? Потому что Китай производит всего товарного продукта в мире больше, чем то либо другое. Они выплавляют миллиард тонн стали в год, и куда-то это должно деться, в том числе это попадает и в такие изделия, как метизы, в частности, в саморезы. Поэтому на самом деле главное, что рынок не испытывает никаких проблем с точки зрения его насыщения, дефицита нет, и покупатель имеет возможность приобрести саморезы, уже невзирая на то, где их сделали. Поэтому вот в своем понимании проблемы никакой не вижу. Специальный крепеж – это анкерные болты, скобяные изделия и прочее, и прочее. То, что, ну вот, приковывает взгляд в строительных магазинах, и не всегда понимаешь, для чего это нужно, но выглядит очень сложно и красиво. Вот эти изделия, где они производятся? Наши делают предприятия, либо тоже все это Китай, либо Европа? Ну, вот то, что вы назвали, скажем, анкерные болты, специальные крепления. Да, на самом деле наши предприятия производят, в том числе и анкерные болты, там, специальные шпильки. Это не такие массовые виды продуктов, которые, скажем, вот сегодня присутствуют у производителей метизов, значит, сегменты крепежа. Ну, они есть. Да, есть соответствующий импорт, но, тем не менее, еще раз хочу обратить внимание на то, что дефицита этих продуктов нет, и, соответственно, у покупателя не должно быть какого-то беспокойства, что он останется без востребованной им продукции. Ну, потому что мы вот разговаривали и с представителями строительной отрасли, они говорят, что, ну, не относительно, да, к метизам, говорят, что сейчас в основном оптовики допродают запасы, когда будут новые поставки, неизвестно, но, как я понимаю, наша промышленность гвозди делает регулярно и в больших объемах, тут никаких проблем нет, поскольку, я так понимаю, и металл, из которого делается, это тоже наш. – Однозначно, это весь наш металл, и, соответственно, могу вам сказать, что, опять же, если мы обратимся к цифрам, вот из того импорта, который был в прошлом году, эти 700 тысяч тонн, то мы, опять же, можем увидеть, что основной объем импорта – это те страны, которые не закрывали и не вводили каких-то ограничений. Это тот же Китай, это та же самая Белоруссия, поэтому, с точки зрения, опять же, физических объемов и номенклатуры, лично я не вижу никаких больших проблем, если говорить о метизных изделиях. Да, есть определенные, конечно, виды изделий, которые завозились по импорту из стран Западной Европы. – Поэтому, наверное, какие-то уже совсем сложные изделия. – Ну, они, не сказать, что они сложные с точки зрения самой номенклатуры, они особенные почему? Потому что вот тот крепеж, который использовали автосборочные предприятия, которые собирали иномарки, иностранные компании, они, естественно, завозили крепеж из-за границы, поскольку он там был сертифицирован. Продолжение следует... Продолжение следует...